Анастасия, Анастасия, привет. Она рисует замечательно такие картины. И кто-то из вас их купил, кто-то еще не купил. Но мы решили двинуться дальше и сделать виртуальную реальность отлучения. Как бы это смешно не звучало, значит, у нас это получилось. И вы можете посмотреть все картины, которые рисовала Анастасия в нашей виртуальной габриэле. Вот это проект Биариум, естественно, это шаг. Поэтому я всех приглашаю туда. Ну а теперь давайте поговорим немножко о устанавливании. Я постараюсь быть кратким, чтобы оставить время. Остальные выступающие, я думаю, они много интересного расскажут. Дело в том, что у устанавливания начался как история про богатых людей. Про людей. Это очень важно. А у богатых людей есть некоторые свои проблемы. Богатые тоже младят. Первая проблема в том, что все люди живут где-то в каких-то территориях, в каких-то юрисдикциях. И в каких-то юрисдикциях есть законодательство, в том числе есть налоги. Но в разных юрисдикциях они разные. Соответственно, многие продукты волоснования, они как раз направлены на то, чтобы решать эти проблемы. Вторая проблема заключается в том, что все мы живем, все мы как бы пользуемся жизнью. А в жизни есть один недостаток. Она заканчивается всегда одинаково. И пока что эта проблема не решена наукой. И единственный традиционный способ передать что-то как-то дальше после себя, это отдать своим детям. И это вторая, собственно, проблема для лос-канеджмента. То есть как передавать накопленное в следующие поколения. И тут, собственно, и приходит, как один из инструментов инвестирования в различные проекты, в различные формы, которые связаны с выпуском токенов, например. Но не только это, конечно. И просили поговорить немножко о том, как, собственно, смотреть на проекты. Тут очень интересно. Дело в том, что, когда мы говорим про оцепку проектов, то классическое понимание этого, это что надо взять проект, взять бизнес-кланды, надо посмотреть, какие-то показатели там, ЛРР, книги, какая там отдача будет и так далее. И пирту, в конце концов, правильно? Но, значит, здесь она есть, конечно. Но в это инвестирование сильно отличается. Дело в том, что оно во многом основано на вере. Потому что история только-только развивается. И когда вы смотрите на проект, который связан как с степенизацией, с крифтой, в первую очередь вы должны в него поверить. Поверить в то, что он состоится, что он будет успешен. А это можно сделать только, посмотрев на их команду. Поняв, насколько эта команда может это сделать. Посмотреть, какие за этой командой стоят люди, какие стоят адвайсеры. Вот на это нужно обращать очень большое внимание. Ну и, конечно, чтобы начать это делать, нужно просто начать. Второй момент. Просто напрашивается сказать, небольшой лайфхак, что всякие проекты, которые выпускают свои токены, в них очень хорошо фиксировать курс биткоина, например. То есть, если вы на высоком курсе заплатите, то вы его фактически фиксируете. Поэтому тоже можно на это посмотреть. Ну и, наконец, чтобы не углубляться дальше, я думаю, в рамках дискуссии мы можем подробнее это обсудить, я вам расскажу, неправокое главное, что есть один магазин, который продает желание. И кто не знает, где он находится? И цены в этом магазине очень странны. Ну, например, чтобы купить любовь, нужно заплатить своим вниманием, уважением, чуткостью. Чтобы купить себе здоровье, нужно заниматься этим здоровьем, нужно тренироваться. Чтобы получить повышение, нужно заплатить тем, что ты будешь рисковать, тем, что ты будешь работать в условиях неопределенности. И это очень сильно пересекается с вольтс-менеджментом. Поэтому, если у вас еще что-то болит, если у вас какое-то желание не реализовано, то, возможно, вы его не оплатили. Спасибо. Адрес магазина, давай. Это Кулау.